Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию, отчасти по вашей просьбе, нимфу, которая работает сейчас при условиях хорошей освещенности. Я взял крючок Тимка 200Р номер 14 и перед колечком поставил черную пластмассовую бусинку. Огрузил буквально, считайте, середину нашего цевья. И взял небольшое вот такое перышко крашеной куропатки, можно перепелку, можно мелкое куриное перо, и намотал ее ершиком вперед, так как мы изготавливали Тенкару. Давайте теперь приступим. Учитывая то, что у нас при намотке нашего ершика остались вот такие перья, мы это перо будем использовать в качестве хвостика. Хвостик у нашей мушки должен быть не очень пышным, но и в то же время должен быть хорошо обозначен. Поэтому, учитывая то, что эта нимфа изготавливается для рыбалки в отвес и при хорошей освещенности, желательно использовать вот такие более-менее нейтральные тона. Хвостик должен быть приблизительно равен длине тела. Здесь же у свинца его крепим. Приблизительно столько нам будет достаточно. Окончательно подхватим весь материал. Сильно не нагромождаем, но и в то же время мы сможем потом с вами это все подровнять даббингом. И поднимем немножечко наш хвостик. Подхватили. В качестве сегментирования я буду использовать, как обычно, вот такой люрекс. Можно использовать проволоку, леску, любой материал, тот, который вы сочтете необходимым. Основное условие это то, что у нас она должна быть в таких темных, в большей степени в болотных тонах. Поэтому подберете для себя оттенок, расцветку. Хорошо работает, это уже проверено, вот в том варианте, в сером. Или же попробуйте изготовить цвет охаки. Теперь я возьму совсем немножко по щепоточке этого даббинга. И до окончания свинца мы сформируем коническое тело. Мы сформировали с вами тело, промотали его люрексом. И теперь нам необходимо одно перышко, вот такое вот павлино. В крайнем случае можно использовать обыкновенный блестящий даббинг. Близкий к цвету павлина. Черным можно, какой вы сочтете необходимым. Подготавливаем перышко, крепим его здесь. Здесь нить оставляем там, где мы закончили крепить нашу грудку. И теперь ровными вот такими движениями движемся сперва к нашему шарику. Подтрамбовываем, вот так как у нас получается, пером нашу опушку. И формируем грудь. Доходим до места крепления, где мы оставили нить. Подхватываем наше перо. И чтобы не намазывать 10 раз одно и то же место, я обычно нанесу капельку клея. И здесь делаем завершающий узел. Вот и все. Поправим немножечко перышки. И как вы видите, вот такая незатейливая нимфочка, которая очень хорошо работает в отвес. При очень сильной освещенности. Попробуйте с оттенками. Ближе, конечно, к болотному тоже должно работать. Может даже и солнечный день. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok